Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Аминь. Номер 37. Первое послание к Аинфинам, 9 глава, 6 стих. Или один я и Варнава не имеем власти не работать? Толкование блаженного Феофилакта. То есть, уже ли мы не имеем власти жить без работы, и содержаться за счет своих учеников не работая? Не умолчал и о Варнаве, который, как ему было известно, был также точен в этом отношении, ибо он жил своей работой. Своей работой. Вот где-то что-то каждый раз. У меня не два года, вот позади просто я грешный человек, проще там нападать. Так это не два года, минимум 54 года. У меня не тысяча, а десятки тысяч проповедей. В храмах, вне храма, в дороге, свидетельство миссионерское. И ни рубля, я даже не подумал бы, как это. И ничего. И даже как будто бы этого ничего нет. Ну хотя бы здесь, в этом. Подражайте мне, как я Христу. Хотя бы в малюсенькой талике. Притом, если говорю, в елге занятия, это вообще невообразимо. Буквально место в Барнаулу-то 770 тысяч, и хоть миллиона еще нету. Так я и в окрестностях везде проповедовал. Бог это сделал, Бог. И Бог дал мне эту власть. Обращались новые души. И нигде, никогда ни рубля. Я даже этого не понимаю. Первая Коринфянам, 9 глава, 7 стих. Какой воин служит когда-либо на своем содержании? Кто на саде виноград, не ест от плодов его. Кто, пася стада, не ест молока от стада. Толкование. Ибо все воины пользуются содержанием от общества. Прилично поставил на первом месте служение воина. Ибо оно имеет сходство со служением апостольским, по соединенным с ним опасностям и по борьбе с мысленными врагами. Этим примером указал на трудность, множество бедствий и забот. Впрочем, не сказал, не употребляет весь плод, но не ест плодов. Не сказал также, кто не обогащается от плода, но не ест. Так повсюду убеждают искать необходимого, а не излишнего. Не сказал, продает овец или съедает их, или все молоко, но молока. Показывая нам этим, что учитель должен довольствоваться малым вознаграждением и необходимым содержанием. Именем пастыря указывают на то, что учитель должен иметь большое попечение. Как интересно. Хитро сатана придумал. Пастыря-то нету. Пастор. Что это за слово? Откуда оно взялось? Или динаминация, конфессия. Этих слов нету. Это сатана слово ересь подменил двумя словами. А здесь подмена. Вроде бы пастырь, и в то же время пастырь. Пастор. Откуда? Хитрость сатаны, подделка, мимикрия, принимает вид ангела света. Нет такой должности пастора. А пастырь это значит заботиться, чтобы овцы не были рассеяны. Он должен накормить их, напоить. А этого нету. Пришли их там у харизматов, повалялись, покричали, побесновались. И все. И никто о них не заботится. С ними начинаешь разговаривать. Она пляшет в трусах. Стоит одна. Она дергается. Она не знает. Она не сама. Ее на ниточках дергает. Дьявол. Первое послание к Коринфянам, 9 глава, 8 стих. По человеческому ли только рассуждению я это говорю? Не тоже ли говорит и закон? Полкование. То есть разве я только человеческими примерами подтверждаю это? А свидетельства и спасания не имею? Я могу доказать, что это и Богу угодно. То же повелевает и закон, который не от людей, но от Бога. Первое к Коринфянам, 9 глава, 9 стих. Ибо в Моисеевом законе написано, не заграждая рта у вола молотящего. А в валах ли печется Бог? Толкование. С избытком подтверждает желаемый предмет. Почему приводит в пример и волов? Что же? Уже ли не печется? Печется, но не так, чтобы давать законы о них. Поэтому заботливостью о бессловесных внушал нечто иное. Именно приучал иудеев в заботливости об учителях. Отсюда же узнаем, что все, что не говорится в Ветхом Завете о бессловесных, то служит к назиданию людей. Раньше вообще нигде не у Златоуса, никого буквы Е нету. По смыслу догадывать себя приходится. Самая пренебрегаемая буква Йо. И как будто никто этого не видел. Вся литература, миллионы экземпляров книг и везде Ейо. Как иностранцу знать? Первый, кто по-настоящему взялся за это, Александр Исаевич Солженицын. Готовится издание, полное собрание его сочинения. Там, произведение. И он поставил условие, непременно все Е, где требуется, заменить на Йо. Вот такое условие. Подпишите контракт. Подписали. Вот память его. Буква Йо, если бы это знала, она бы ему Акафис составила. Солженицыну. Если бы она была живой организм. У меня тоже везде на Е, на Йо. Я это без него еще давным-давно делаю. Но не все, потому что не я корректор тут был. 1 Коринфянам 9 глава 10 стих. Или, конечно, для нас говорится. Так, для нас это написано. Ибо кто пашет, должен пахать с надеждою. И кто молотит, должен молотить с надеждой получить ожидаемое. Молотить, языком молотить. Проповедовать. Через зрение 85% информации. А у верующих, у верующих 100% через уши. Вера от слышания. Слышание, не от видения. У нас и здесь все извращение. Видеть, пошел, сделал, покадил. Ударило в ноздри. Ладан. Помазали тут растер. Совершенно не то. Дали простору, вкусовое. Ничего это не участвует в обращении. Только слух. И вся комедия кончилась бы. Но потребил слово, конечно, как о предмете общепризнанном, чтобы не дать слушателю повода возразить что-нибудь. То есть учитель должен возделывать ниву сердец и трудиться с надеждой на воздаяние и вознаграждение. Отсеяние я перешел к молодьбе, чтобы и этим выразить, как много трудов у апостолов, ибо они и пашут, и молотят. Поскольку же пашущий только надеется, а молотящий отчасти уже и наслаждается, то сказал, что молотящий получает ожидаемое имя. Православия нету. Ни пахоты. А пахоты как? Плух, это язык апостола, взрывает почву. Ни пропалывания, ничего. Пришел на исповедь и причастие. Это кто подменил-то? Проповедь, вера, слышание, слышание от Слова Божия. Слово Божие убрали, слышание убрали. Петрахиль, фартук, остался одним. Вот теперь и машет, стоит. Приходи, исповедуй. Сюда исповеды нету. Наворочивает кучу греха. Теперь еду по монастырям в одном месте. Один грех исповеда, в другом, в другой. Это уже говорят старцы эти, которые там сидят-то. Кого исповедуют? А начинать этих власий. Власий в головку поцеловал. Он должен сказать. У него опыт уже, он видит, она пришла, согнулась, как показывает Мамонов, там, священника Анатолия играет. Ну, и что остров? Пришла на пуза-то, и он ее пугает, начинает там, перекликается в виде демона. Это православие и уродивое. Если бы пришел Павел-то, встал в дверях, постоял бы хотя бы полчаса. Единственный вопрос он бы задал, а какой веры эти люди? Ничего христианского-то нету, апостольского-то. Что тут понимать-то? Я не отрекаюсь и никак не отрицаюсь. У меня брат священник. Ну, я его все время этим долблю. Ну, хоть маленько-то вот. Вот вечером уже все закончилось. Уже уходить. Уже стояли-стояли, устали. Опять придите, поклонимся. Да куда придите и когда уйдите? Уже разогнуть все не могут. Придите, поклонимся. Почему? Надо высчитать. Надо высчитать. Где это слово взяли? Высчитать-то. И ребенок стоит. Не удержать детей, ни одного ребенка по-настоящему верующим. Они пусть бегают, пусть играют. Кровать ставят, спят здесь. Лишь бы хоть что-то маленько услышали. Надо бы кто-нибудь не сказал, что же, за столь великие труды апостолов ты полагаешь им вознаграждение в том только, чтобы получить пропитание, прибавил с надеждою, то есть будущих благ. Так что должно надеяться и на тех благ, да сверх того и есть и пить за счет учеников. 1 Коринфянам 9 глава 19 стих. Если мы посеяли вас в духовное, велико ли то, если пожнем у вас в телесное? Толкование. Здесь доказывает правоту дело. Вы, говорит, воздаете не равное тому, что вы приняли. Ибо мы посеяли вас духовное, а вы воздаете нам телесное. Когда наши приезжают, приходят сестры в другой раз. Ну, у них дача есть и маленькие такие баночки, я не знаю, 470. Сколько там грамм в этих контейнерах-то? Маленькие такие. Я каждый раз стесняюсь, подсунут, прихожу, стоит на столе. Кто это сделал? Хоть как-то рассчитается с вами. Да что вы, вы нам такое даете? Ничего я не знаю, еще даю. То, что я говорю, необходима моя обязанность. Обязанность, когда он священник. А у меня вообще не обязанность. Моя обязанность, чтобы печка не дымила. Чтобы курилья не разворовали. Я сторож и печник. Ничего нет. А это миссионерские отделы. Они там сказали. Фальшь. Самая чудовищная ложь, это миссионерские отделы. Пытаются не под Христа подделаться, а под Духа Святого. Вот что ужас какой. И люди так и думают. Вот теперь, а кому вы принадлежите? А кто у вас епископ? То есть это инквизиторы. Уже сто раз объяснено было. Их не касается это. Ему надо возвести тебя на виселицу, на костер. И сегодня им власти просто еще нет. Вот как-то писали в комсомольской правде. Еще никто не понимает, что выстраивает сегодня московская патриархия. Какое здание? Самая страшная мафия церковная. Как преследует, отравляет друг друга. Я беру из комсомольской правды. Это там люди знают. Как там было про одного. Что-то он не слушался. Они его посадили на цепь. Этого монаха. И он там сидит. Раз в день дадут ему поесть. Но он совсем дошел уже доходя. Никак. И вырваться никак нельзя. А другой пришел и утешает. Ты совсем плохой уже. Это хорошо. Хорошо. Ты вот умрешь. Мы тебя мощно-мощно разрежем. Мы тебя в мощевики, в антиминсы заложим. Будь доволен. Вот. Вот это и есть. Изущество. Дикое крещащее изущество. Комментарий Игнатия Лапкина. Сегодня в храмах под видом духовного сеется привычка к обрядоверию, к набожности и к посещению храма. Посещаемости. Посещаемости храма. Духовным же называется то, что согласуется со Словом Божиим, что возвышает душу ко Христу по Слову Его. Вот так. Это мои комментарии я даю. Не желая там унизить или что-то. Когда это говорит еретик, отступник, то явно на разрушение. Я это говорю для того, чтобы люди поняли, обратились. Я сегодня тут с событиями огня как раз поговорю. Сейчас нас кинули, мне говорят, Головин Владимир о вас говорил где-то. Ну говорил, говорил, я покажу где говорил. Но дело-то вот в чем, что меня связывает этим. Вот и говорили, теперь о нем я уже не могу сказать то, что хотел бы сказать. Но и здесь не срабатывает. У меня врагов везде и полно. Вот поступает Андрей Ткачев. Ну еще сказать-то, говорит правильно. Но нет привязки ко Христу. Нету к Слову Божию. Ну почему? Он услышит это дело, ему не понравится. Я его первый раз, когда услышал, я понял, не попадайся. То есть я, чтобы ему не попался. И измолотит сразу. А Бацель, Владимир Головин, от него ничего нету. Такой простой, обыкновенный батюшка и прочее. Но я желаю, чтобы он знал больше. И он это признает. Я, говорит, не могу так, как Игнатий цитирует Слово Божие. Признает во мне горящую веру. Все. Вот. Андрей Кураев как-то говорил обо мне. Чрезвычайно возвышенно. Что я самый-самый продуктивный, знаменитый, высокий там этот миссионер. Мне это не действует. Он говорит, и меня Игнатий пронес по всем кочкам. Я взял, зарядил у себя все 30 того по открытым окам. 120 раз я его упоминал. 120 раз. И практически ни разу положительно. Андрея Кураева, я говорю. Наши отношения нисколько не изменились. Он-то заранее приезжал сюда. У меня здесь были книги. Есть какую-то часть. Он купил малую, может быть, 25-ю часть. А остальное я подарил ему бесплатно. И вот он говорит. Если бы Игнатий это отзыва не трогал, что церковно, к нему отношению было бы совершенно другое. Просто я молчал бы. Но этого никак. Давай. 1 Коринфянам 9 глава 12 стих. Если другие имеют у вас власть, не пачили мы, однако мы не пользовались своей властью, но все переносим, дабы не поставить никакой преграды благовествованию Христову. Толкование. Намекает о некоторых лжеучителей, которые брали с них без стыда и самовольно. По всему не сказал. Если иные берут, но имеют у вас власть. То есть господствуют, властвуют над вами, распоряжаются вами как рабами. И тем ли более имеем право мы, истинные апостолы. Хотя мы имеем власть есть и пить за вас в счет, однако мы не пользовались этой властью, дабы вы не соблазнялись. А вы не воздерживаетесь от идола жертвенного, чтобы через это не соблазнить слабейших из братьев. Дабы кто не сказал, ты не имел нужды, потому не брал. Говорит, хотя мы находимся в большем стеснении, однако все переносим, и голод, и жажду, и наготу, дабы не произошло какой-либо преграды, то есть какого-либо замедления для Евангелия и проповеди. Первая Коринфянам, 9 глава, 13 стих. Да у нас православная-то вообще доброта. Вот я заезжаю к одной женщине, потеряю к ней, но велосипед стоит, а велосипед впереди у него корзинка. Ну и мне надо там что-то узнать у нее. Выхожу, полно эта корзина наложена там, ну что, бывают арбузы, помидоры или огурцы, ну то, что свое, ни денег-то. Но озираюсь вокруг, нигде никого нет. Но я примерно догадываюсь, кто. Вижу, далеко на огороде работает глухонемая. Вот, это она уже заметила, мой велосипед без присмотра стоит, скорее его загрузить. Вот так. Или стоит около храма, мой велосипед. Видишь, а воськи разные навешали уже. Другое, баба Серафима, ей уже 90 лет-то, сама своими руками придет в лагерь притащит. Ну не мне, там и дети едят, и все. Доброта. Православные люди очень добрые. Добрые. Не деньгами. Деньги, от как у них, нет валюты этой. А другие, там вот, Игорь Глушков тогда яйца принесет. Я узнал, сколько яйц и деньги даю. Ни в каком не берет никак. Да у тебя семеро ребятишек своих-то. Семеро ребятишек кормить, поить тебе надо-то, дружок ты мой. Нет, все равно сунет. Батюшка еще-то там для детского лагеря. Отрубит кусок мяса. А вещи колят, когда у него. Пошли дальше. Так, 1 Коринфянам, 9 глава, 13 стих. Разве не знаете, что священодействующие питаются от святилища? Что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника? Толкование. Неудовольствовавшись выше приведенным примером, приводит другое место из закона, чтобы доказать, что имел право брать с учеников. Так, как заповедь о Валах объяснена была им в переносном смысле, то говорит, что закон буквально повелевает, чтобы священодействующие питались от святилища. То есть левиты, которые по степени свои ниже священников. И не сказал, питается от приносящих, но от святилища, дабы не принимающие не стыдились, как питающиеся от людей, не делающие не превозносились. То есть священники и архиереи словом присидящие указывают на постоянное служение и пребывание. И не сказал, что они берут священное, указывая на умеренности, на то, что не должно собирать деньги. И сказал также, что они берут с приносящих жертвы, но берут долю от жертвенника. Ибо что было принесено, то принадлежало непринесшим, но храму и жертвеннику. Сказал, берут долю, потому что кровь заколаемых жертву была проливаема на жертвенник, жир был сжигаем, а остальные некоторые части мяса, как-то грудь, правое плечо, некоторые внутренности, священник брал себе. Левитам 10 глава 14 стих. Но жертвы всесожжения принадлежали одному только жертвеннику. Левитам 9 глава 12 и 14 стихи. 1 Коринфянам 9 глава 14 стих. Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования. Толкование. Сильнейшее всех прочих доказательств назвал в конце. Что говорит, я представляю то одно, то другое. Господь так повелел, дав закон, согласный в Светхозаветном. Евангелие от Луки 10 глава 7 стих. Как Выше сказал, от святилища питаться, так и здесь, не от получаемых, но от благовествования. А благовествования нет, священник не пропадет, его кормить не надо. Прямо от благовествования. Это образец Святого Завета. Да вы питающие не превозносились. Не ты, говорит, питаешь его, но дело его благовествования. И сказал, жить, а не торговать, не богатство собирать. Комментарий Игнатий Лапкин. Сегодня от благовествования не живет, наверное, ни один православный пастырь ни в России, ни за рубежом. Живут за исполнение треб, за служение, но только не от благовествования. Жить от благовествования означает, что человек проповедует, обращает души ко Христу, и обратившиеся Лидии и Дионисии приглашают проповедника к себе в дом, где он и питается. Только согласно этому критерию видно, что сегодняшнее православие совершенно не евангельская вера, не первоапостольская. И пастыри, не проповедующие благую весть о искуплении в крови Христа, не достойны пропитания. Первый користр, 9 глава, 15 стих. Но я не пользовался ничем таковым, и написал это не для того, чтобы так было для меня. Ибо для меня лучше умереть, нежели чтобы кто уничтожил похвалу мою. Комментарий. Толкование. Тут моя эта похвала тоже так же. За полвека я нигде ничего не взял. Полвека. Так трудился не по 8 часов, а по 18. Дома даже не приходилось быть. Десятки школ, университетов. Даже перечислить невозможно. И никогда не считал, что я что-то особенное делаю совершенно нормально. А гордыня, прелесть. Гордыня. Ничего не делает. Питается. Кормит себя, семью, священник. Ты посмотри. От благовествования кормятся. Они от того, что ты ходилом машешь. И придумали там внизу специально у него пустотелые такие. Ножки в них, шарик и гремит. И тут кандалами гремит. Один из заключенных. Грешников. Да вы питающие не превозносились. Не ты, говорит, питаешь его. Но дело его благовествования. И сказал жить, а не торговать. Не богатство собирать. Прямо Италий Гагнатьев написал. 1 Коринфянам 9 глава 15 стих. Но я не пользовался ничем таковым. И написал это не для того, чтобы так было для меня. Ибо для меня лучше умереть, нежели чтобы кто уничтожил похвалу мою. Толкование. То есть я не воспользовался ни одним из вышеупомянутых примеров ветхозаветных. Ни повелением Христовым, чтобы есть и пить ваше. Да бы кто не сказал ему, что же. Если ты не воспользовался доселе, то хочешь пользоваться на последующее время. Почему говоришь это? Спешит исправит такое мнение, говоря. Я написал сие не для того, чтобы так было для меня. То есть чтобы мне брать от вас. Я, говорит, лучше соглашусь умереть от голода, нежели допущу, чтобы кто-нибудь уничтожил похвалу мою. То есть объявил ее суетной и пустой. Сказал похвалу, дабы показать избыток своей радости. Иной, может быть, сказал бы. Он действительно не брал, но делал это со скорбью и болью. Но он говорит, я настолько далек от печали, что даже и хвалюсь этим. 1 Коринфянам 9 глава, 16 стих. Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя. И горе мне, если не благовествую. Полкование. Что ты говоришь? Похвала для тебя не в благовествовании, а в безвозмездной проповеди? Ужели последняя лучше первого? Нет, говорит, но благовествовать заповедано мне. Это моя обязанность. И если я исполняю ее, в том нет никакого совершенства. Но если не исполняю ее, горе мне. Ибо много буду бит, как не творящий воли своего владыки. Евангелие от Луки, 12 глава, 47 стих. Проповедовать же безвозмездно дело свободного произволения. И потому и дело похвально. Слова необходимой моей обязанности сказаны не для отнятия свободного изволения, но для отличия от свободы брать и по страху наказания за неисполнение долга. Вот я тоже вопрос задам всем. Вот когда готовятся рукополагатели, кончают семинарию, то другое. У меня без семинарий. Я даже могу припоминать, сколько этих архиереев, которые вызывали, рукоположить. И вот один из них, ташкентский варфоломей, ташкентский варфоломей, решил рукоположить меня в священнике. Я ему и говорю с радужем, владыка, вот как только вы меня рукоположите сегодня, я с первой минуты буду поступать только по Ивангелию. Так мне-то как раз это и надо. Я так хочу. Священники не знают. Владыка, что за этим стоит? Это означает, что я вам подчиняться не буду. Как так? Да так, так. Вот это приходят безбочники. Сейчас тут покойника привезли. Я первый раз вижу, надо отпевать. Ну а куда денешься? Ну вот-вот тут все кончилось уже. Дальше я отошел. И он посмотрел на меня. Вытаскивает денег. А в то время деньги имели цену. Денег мне дает. Ладно, поезжай домой. Священника я хоть какого-то тут поставлю. А то, что ты сейчас делаешь, этого никто не делает. То есть под благовидной причиной. И меня, кажется, под зад гальнуло. Я домой поехал. Вызвал. Я его понимаю. Дело в том, что я зашел в городе Фрунзи. Бишкек называется. И там Бузбаков отец Борис был. Я назову уже именами. И там человек 25 било. И он их всех вместе крестил где-то минут за 15. И вот пока он там где-то в алтаре что-то там готовил, в это время прислушница женщины высокого роста. И она успевала сказать, как пальцы сложить, как щепотью по-никальянски. Вот так приложить. А никто ничего не знает совершенно. И вот что она успела сказать. Вот это все было. И дальше он, у него кисточка такая, он мажет, разговаривает. Батюшка-то веселый, хороший. Мажет. Ребенок руку держит. Он руку, а мажет кофточку. Он даже не видит кофточку. Матери там или крестные мажут. А я стою и смотрю. Вот. И он, когда все это закончил. Ну ладно, все. Я подошел к нему и говорю, отец Борис, я вот хотел сказать, что опоздал? Веселый такой. Ну батюшка настоящий-то. Я говорю, да я не опоздал. Он не опоздал, он мне кулаком подбокнул, подружески. Поехали в ресторан со мной. Ну вот тебе на. Я говорю, да что ж ты делаешь-то? Ты же людей всех портит. Да брось это, кому это все надо. То есть абсолютно... Ну батюшка-то хороший. Хороший. Он меня не сильно ударил даже. Вообще хороший, замечательный. Ребро не сломал мне. Я говорю, я тебе напишу сейчас архиерею, это все, что делается. А брат у меня, Павел, там помогал. Ездил из Фрунзи. Это была одна епархия ташкентская. Я, ну там свечи, там что надо. И я тогда тут же на подоконнике. И написал, владыка, вот то и то делается. Нарушается колонн такой-то, такой-то. Он прочитал, это ваш брат, да? А как он писал? Да как, взял, тут даже написал. Немедленно вызывая его. Тут же письмо написал. Я вот сейчас же священники поставлю. По одной моей записке меня уже священники поставят. Почему? Дух. Духовный. Огонь. Любовь. Она опалила буквально его. И как он со мной беседовал? Я говорю, у меня книга вот такая о нашем уповании, подаренная Дмитрием Дудко. А как раз Дмитрий Дудко вернулся уже из заключения. А ну дай сюда посмотрел. Это сейчас запрет. Нельзя. Я говорю, как нельзя? Он мне как духовный отец, я у него исповедовался. Он достает Библию. И Библию мне, в то время Библию достать вообще невозможно было. Большая Библия, изданная в патриархии. Вместо этой маленькой книжонки. Я говорю, во-первых, неравный обмен. На Библию как можно такое давать? Ну а второе, это мне же подарено моим духовным отцом. Я вам ее обратно не отдам. Я говорю, ну считайте, что вы своровали. Вас Бог накажет. Ладно, иди во двор, погуляй. Представь себе. Вот я рассказываю. Ну у кого это было такое-то? Тогда ставили как обычно в кочегарке. Где-то работает человек. Его постепенно приближает и тайно ставит. Вот у меня разговор идет с архиереем первая минута. Он ко мне расположен всей душой. Его душа жаждала встретить человека, который ревнует о деле спасения. О нем, правда, печальное известие. Будто бы он повесился. Архиерея этот. Потом в дальнейшем что-то. Ну это слова только. Я не знаю. Слышал только. И кончилось опять ничем. Ничем. Он меня отпустил и все на этом. То есть я видел, я могу называть архиереев имена. Сидим за столом. Там митрополит. Это еще в то время. Особенно памятное было, когда я из Барнаула приехал. Ночью тайно. Три епископа пришли, чтобы побеседовать. Вот значит. Это не Скоротовские были там. Не какие-то дудины. Епископы. Православные. Тайно. Тайно ученики. Приходят к мирянину. Это чего стоит? Было ли такое в мировой практике? И поэтому я знаю, что это делает Бог. Они слышали и они пришли. Разрешить вопрос. Его убедили. Их убедил на 100%. Убедил. А как? Да не убеждал. Я ссылаюсь на Слово Божие. Вот о чем и сказал Владимир Головин. Я сегодня это как раз покажу. Об этом. Что Игнатий знает Слово Божие. А что я его знаю? Для сектантов. И то это было как шок. Беседовали. Они о втором пришествии привели 4 места. На память. Я им на память привел 72 местописания. Процитировал. Место глава, стих. И где местописание, это бывает не один стих, а целый пакет. Почему? Бог. Ну, старобрядцы эти быстро разобрались. Это дьявол ему дает знать Библию. Библию нельзя читать. Это сатана ему дает. Но когда увидели, что я цитирую каноны наизусть, 719 правил, они говорят, надо же, никогда не слышали, чтобы каноны дьявол давал знать. Но, видимо, и здесь пробрался. А когда я стал цитировать святых отцов, там, Никона, Черные горы, такие редкие святые отцы, и они ахнули. Как? И сатана дает даже знать святых отцов. Невероятная вещь. Что Библию дает сатана знать, это они знали. Где? Новосибирске. То есть у меня настолько интересные воспоминания, это не святые святым там, не святым, Тихона Шевкунова. Там вот одни басни, там не с чем обращаться. Человеку нравится, он переиздает, а все это мертво, труха. Вот так он епископ, он услышит, ему это понравится. Ясное дело, что я уже в Тихоне Шевкунове нахожу не друга. Я ему скажу, ненужная, вредная книга, как этот вредный фильм «Остров». Он никому не нужен совершенно. А что нужно? Евангелие, живое Евангелие. А такие фильмы знаете? Ну не притчи же, которые издают-то. И вроде вот такую физиономию избрали, ну там ему один фонарь навесили, хочется третий фонарь повесить. Рука чешется. Такой придурок высокого роста, и там ходит, она не знает. А настоятель изгаляется над ним. Иди, говори плохое, иди хорошее. Ну и юродивая Русь, юродивая патриархия. Богу слава, вперед. Все, глядилось? Так, ну давай, считай. Комментарий Игнатия Лапкина. Христос заповедал благовествовать не только апостолу Павлу, но и всем своим ученикам. Евреям, 13 глава, 8 стих. Иисус Христос вчера, и сегодня, и во веки тот же. Неужели Христос изменился? Почему сегодня никто не говорит благовествовать заповедано мне? Или не тому Христу стали служить? Знак вопроса. Вот так, вот вопрос. Я выделил специально, уже на этом закончила. Ни один это не скажет. Заповедано мне, нет, заповедано кодилам вращать. У нас священник тут один был, отец Валентин. Он редко трезвый бывал, но и нужно отдать должное. Артист настоящий. И вот у него кодила в руках. Вот еще, ну допустим, это та кодила. Он выходит, он не так, а вот так вот. Оттуда надо туда, он так вот, а через верх. И тогда-туда-туда. Так бабки там ждали этого выхода его, как он выйдет. Сейчас он крутанет кодилам. И обратно. Здесь он по кодилам, она на ту сторону. Вот так вот, раз. И ни угля не просыпается. И дальше у него идет. Барнаул, Барнауля. Сам маленький рост там такой. Ну видно, что специалист большой. Его дочка ходила на наши занятия, тайные было. И говорила, никогда Слово Божие не слышалось. А он все время такой пьяненький был. Царство ему небесное. Настоящий православный батюшка. Всех накроет, всем простит. В головку поцелует. Ну откровение у него. Все, пока. Продолжение следует.